Небольшие технические настройки. Итак, всем здравствуйте! Всем добрый день! Девочки, я попрошу вас написать мне, слышно меня? Сейчас, секунду, у меня тут легкие технические моменты, чтобы я видела комментарии. Напишите, пожалуйста, слышно ли меня, потому что я работаю с наушником, вернее, с микрофоном. Я должна понимать, идет ли звук. Ничего ли не мешает, идет ли звук, все ли хорошо. Если вы мне отпишетесь, что все хорошо, мы с вами приступим сразу к практике. Все, слышно. Спасибо большое за обратную связь. Итак, девочки, меня зовут Гайдаш Анна. И сегодняшняя тема нашего эфира – это запечатывание свободного края. Или, как сказать по-другому, как сделать короткие ногти прочными. Бывает такое, что у клиента хоть и нет длины, но база гель-лака также не носится. Все это дело отслаивается, доставляя дискомфорт клиенту, доставляя, естественно, дискомфорт мастеру. Как с этим быть и что с этим делать? Потому что мы с вами знаем, что укрепить мы можем несколькими способами. Один из них – это жесткий материал, жесткий гель. Но жесткий материал требует выкладки в длину. И очень часто на коротких ногтях у мастеров получаются такие плюшечки толстенькие, пузатенькие. Или сильно перепиленные свободный край, перепиленные боковые параллели. В итоге, опять же, ничего не носится. Вот. В таком случае нам прекрасно подойдет техника запечатывания свободного края. И сегодня мы ее с вами разберем. Ой, прошу прощения. И для запечатывания нам понадобится такой материал, как натурал композит, либо просто композит гель. Просто композит гель – это прозрачный гель. Натурал композит, он имеет вот такой вот цвет натурального ногтя, что позволяет сделать запечатывание практически незаметным. И это такой, скажем так, очень удобный, очень универсальный способ укрепления короткого, свободного края. Кому еще подойдет запечатывание? Запечатывание подойдет клиентам с тонкими ногтями. Клиентам, которые хотят, допустим, отрастить свой ноготь. То есть не хочет клиент наращивания. Она хочет ходить со своим ногтем. Но ноготь настолько тонкий, что все скалывается, скручивается, в общем, всякого рода деформации. Идут по свободному краю. И здесь нам прекрасно подойдет запечатывание. Запечатывание мы выполняем либо композитом, либо прозрачным натуралом, либо прозрачным композитом, прошу прощения. А верхнюю архитектуру мы выкладываем уже по желанию. Либо это будет прозрачный гель, либо это будет камуфлирующий гель. Я сегодня взяла вот такой вот софт роуз гель. Он мне очень нравится по своей насыщенности. Такой красивый, ярко-розовый. Вообще, эта линейка новых цветных гелей, она шикарная. Гели плотные, и их можно даже использовать без покрытия гель-лаком. Сразу гелем выложили, и практически уже дизайн покрытия готово. Итак, что нам нужно помнить в процессе запечатывания? Мы должны помнить о правильной подготовке. Ногтевой пластины. Понятно, мы выполнили маникюр. Мы забафили, зашлифовали натуральный ноготь. А что же нам делать со свободным краем? Смотрите, если у клиента, допустим, я буду показывать на квадрате, на нем ярче всего показывать эту технику. Можно запечатывать, конечно, любую форму, квадрат и овал. И даже донаращивать, достраивать уголочки, достраивать боковые параллели. Вот тоже, кстати, техника запечатывания. Очень классно, когда у клиента вот здесь вот по боковым параллелям, знаете, ступенька такая. Вот здесь ступенечка, да, сильно заужен свободный край, и нам не хватает вот этой вот боковой параллели. Запечатывание прекрасно подойдет для того, чтобы эту параллель восстановить. Не всегда бывает удобно дорастить вот это несколько миллиметров полигелем, на самом деле, да. Иногда удобнее взять натурал композит и восстановить эту параллель. Так вот, если мы говорим про запечатывание свободного края, в момент опила формы, когда мы делаем опилу форму, нам необходимо умышленно свободный край заузить. У меня сегодня со мной в эфире мой любимый пальчик Валерчик. Потому что эфир получился спонтанный, девочки, и я не успела найти модель. Как бы сегодня не планировала вести эфир, поэтому будем работать с Валерчиком. По свободному краю. Здесь мы опилили длину, которая нам нужна, да. Я специально, видите, сделала короткую, взяла коротенькую типсочку, чтобы показать вам именно укрепление короткого свободного края. Оформили свободный край. Перевернули пальчик клиента и умышленно, смотрите, от точки в роста мы заужаем. То есть заужаем настолько, чтобы нам сюда выложить вот этот вот укрепляющий, запечатывающий кантик. Видите? Если клиент изначально хочет зауженный квадрат, то вы заужаете еще уже. Давайте я сейчас постараюсь вот с этой стороны сымитировать, как будто бы у нас здесь ступенька. Я, конечно, попробую сейчас выпилить на типсе. Не очень выходит. В общем, я заужу чуть сильнее. Если это овал, либо миндаль, то же самое. Вы заужаете от точек в роста, боковые параллели так, чтобы, когда вы выложите сюда натурал композит, запечатывающий гель, у вас форма не стала вот такая вот клешоная. Чтобы квадрат оставался квадратом. Если это овал, миндаль, чтобы потом по итогу он оставался овальным и миндальным. Чтобы у вас не получился свободный край шире ногтевого ложа. Понимаете, да, о чем я говорю? Добрый день. Где вы приобрели Валерчика? Валерчика я заказывала через Инстаграм. Если интересно, цехнейл мой Инстаграм. Ищите, заходите. Я с радостью вам отвечу, скину ссылочки. Так, я сейчас еще пробафлю свою типсу. Потому что у меня аж не ноготь. Здесь подразумевается, что у вас ноготь подготовленный. Старое покрытие все снято. Маникюр выполнен. И мы приступаем уже к подготовке свободного края. Я забафила немножко поверхность, чтобы типса не так блестела. Поэтому от точек в роста мы намеренно заужаем наш свободный край. Это очень важно. Если у вас перекос где-то идет по свободному краю. Или, допустим, давайте вот так сделаем. Вот здесь неровная линия идет. Клиент хочет квадрата. Здесь у нее вот такой скол по свободному краю. Не хватает немножко формы. Все это можно прекрасно восстановить натурал композит гелем. И смотрите, если брать в работу, если вы, допустим, не работали еще в технике запечатывания и хотите попробовать, я рекомендую всем ее освоить. Потому что, ну, действительно, она очень универсальная. Лучше брать сначально... Да, запись эфира, девочки, будет. Лучше брать в начальном этапе именно натурал композит. Он более такой, не такой густой, как прозрачный композит гель. И на мое усмотрение он немножечко удобнее в работе. Вообще, я натурал композитом даже выполняю иногда наращивание, удлинение свободного края. Он такой универсальный у меня гель. Я его, как говорится, везде применяю. Почему же эта техника такая универсальная? И чем она отличается? Допустим, если взять сравнение с акригелем. Я думаю, все вы видели очень много вариаций в интернете, когда акригелем также выравнивается свободный край, да, поднимается там архитектура и так далее. Достраиваются параллели. Акригель, он гораздо жестче на самом деле. И бывает такое, что начинаешь выкладывать акригель, он как-то ложится неровно. И вообще, мастера, которые не работали с акрилом, не работали в технике акрилового наращивания, им на начальных этапах довольно сложно освоить акригель, потому что акригель материал не текучий, и его надо именно притаптывать, выглаживать, выкладывать. Все-таки композит гель, он более, как сказать, более текучий такой. Он может даже немножечко самосмоделироваться, и поэтому, на мой взгляд, им работать комфортнее. Им гораздо комфортнее, еще раз повторюсь, достраивать какие-то миллиметровые вот такие вот нюансы. Нюансы. Миллиметрик где-то сбоку достроить, миллиметрик достроить по свободному краю, и он будет держаться гораздо лучше, на самом деле, на свободном крае, нежели полигель. Итак, мы с вами подготовили ноготь, выполнили маникюр, зашлифовали поверхность ногтевой пластины, целенаправленно заужаем боковые параллели. У нас будет форма квадрат, классический острый квадрат. Какие у него основные характеристики? Это вот от синуса до свободного края, вот здесь у нас должна идти боковая параллель. Видите, я здесь специально целенаправленно вот так вот заузила, аж даже больше. То есть не хватает вот этого вот угла. По второй стороне точно так же смотрим, девочки, от синуса. Даже не от точек в роста, от синуса мы смотрим. Вот от синуса до свободного края. Вот здесь у нас чуть-чуть как бы не хватает, да, вот этой боковой параллельки для четкого квадрата. Смотрите, если вы начинаете строить четкий квадрат от точек в роста, а, к примеру, у вашего клиента немножко трапециевидная ногтевая пластина, ногтевое ложе немножко идет трапецией, то большая вероятность, что вы построите вот такой вот расклешенный квадрат. Поэтому старайтесь формировать квадрат от синуса. И прикладывая пилочку, либо палочку, мы можем визуально посмотреть, сколько нам не хватает, чтобы выстроить эту геометрическую форму. Итак, обезжирили ногтевую пластину, убрали опил. Далее мы должны нанести подложку из эластичной гель-лаковой базы. Тонким-тонким слоем, потому что все-таки натурал композит это жесткий гель. И потом мы будем делать укрепление также жестким гелем. А под жесткий гель нам нужна подложечка. Подложку вы можете сделать из гель-лаковой базы Base Gel, самая жидкая по своей вязкости. Либо же можно взять medium, но тогда постарайтесь ее максимально тонко распределить. То есть прям взяли из флакона на ноготь и плоской кистью распределили. База-подложка у нас не должна нигде создавать толщины. Смотрите, я уже подразумеваю то, что ноготь у нас подготовлен. То есть мы нанесли все подготовительные жидкости. Дегидратор, праймер и уже переходим непосредственно к работе с гелями. Если нужно, девчонки, вы пишите. Я повторю этапность. Говорю, эфир спонтанный и я не нашла живую модель. Будем работать на типсах. Тоненько-тоненько, втирающими движениями мы распределили базу. База-подложка не должна давать толщины. Сушим 30 секунд. Пока сушится наша подложечка, я вам расскажу, как работать с натурал-композитом. Очень многие мастера на самом деле не работают в этой технике. Лишь по той причине, что они не подружились с натурал-композит гелем. Гель очень классный, но как и любой инструмент, как и любой материал, с ним надо уметь работать. Секунду. Лампу развернула к гелю. Итак, натурал-композит. Напоминает гель-желе. Смотрите, девчонки, если у вас, к примеру, нет натурал-композита, а хочется попробовать эту технику, ну вот нет его сейчас, но есть гель-желе, вы также можете взять его в работу. Он чуть-чуть отличается по своей вязкости, но для техники запечатывания тоже прекрасно подходит гель-желе. Главное, чтобы гель был довольно густой, и он у вас не стекал, пока вы его выкладываете. Для выкладки натурал-композита можно взять либо кисточку, лепесток, либо вот такие вот кисти. У меня это КСМ-2 и КЗЛЕ-1. Вообще, это кисти для росписи, московые кисти, но мне ими удобнее выкладывать в точках роста натурал-композит. Они гораздо тоньше, уже видно, да, они такие распушились у меня, они не подойдут, естественно. Для росписи я их использую для работы с гелем. Вы можете попробовать. Можете попробовать кисть-лепесточек, либо же вот такую. Вот это вообще очень удобный формат кисти для выполнения запечатывания, для выкладывания вот этого вот кантика. То есть наша задача будет проложить вот этот запечатывающий кантик по торцу. Именно по торцу. Мы будем стыковать материал к торцу. Значит, смотрите, набираете материал вот такими вот вытягивающими движениями. Видите, не просто взяли, вот зачерпнули его, а именно вытягивающими движениями вытягиваете вот такие вот ниточки. Вот когда у вас вот такая ниточка вытянулась, вы ее с легкостью пристыкуете к торцу ногтевой пластины. А если вы просто набрали капельку, даже капелька получилась вытянутая, вот если вы просто вот так вот набрали капельку, такую капельку, конечно, тяжело будет пристыковать к торцу. Поэтому потренируйтесь, если что, правильно набирать материал. Видно, да, что материал очень густой, он практически не выравнивается в баночке, но тем не менее обладает такими, как сказать, моделирующими свойствами. Итак, что мы дальше с вами должны будем сделать? У нас есть подготовленный ноготь. Мы видим, где нам чего не хватает. Обязательно при работе поворачивайте пальчик клиента, чтобы вы видели свою зону работы. Мы можем выкладывать материал в несколько этапов. Если вы чувствуете, что материал убегает от вас, ничего страшного, подсушите, можно проложить еще второй ступенчикой, скажем так. На нашу кисточку, на кончик, немного набираем материала вот такими вытягивающими движениями. Видите, вот, прям вот капелька у меня повисла. Прям повисла вот такая вот капелька. Перевернули пальчик клиента. Это даже, наверное, большая будет. Перевернули пальчик клиента, в нашем случае нашего вольерчика. И вы пристыковываете эту каплю. Прям вот можно, смотрите, дотронуться до бокового валика. Ничего страшного. И по торцу вот такими притаптывающими движениями, притаптывающими, сейчас я переверну, чтобы вам было видно. Смотрите. Видите, я как будто бы приклеиваю к свободному краю вот этот вот кантик. Вот. И вытянули сюда. Видите? Конечно, это очень тоненький получился кантик. Сейчас я наберу еще раз и проложу. Я пыталась показать вам на камеру максимально медленно. Пристыковали. Оп. К торцу. И увели на свободный край. Вы можете излишки материала с кисточки убрать. И также немного его, этот материал наш, подправить. То есть построить ту форму, которая вам нужна. Вот. Прекрасно. Смотрите. Прекрасно за один раз я выложила этот недостающий нам угол. Видите? Чуть-чуть. Сейчас я подсушу, пока материал не убежал. Точно так же мы проложим сейчас со второй стороны. Но на второй стороне у нас там угла хватает. Нам немного не хватает боковой параллели. За счет того, что вы сами можете регулировать, вот сколько набирать, да, большую там вытягивать ниточку, либо более тоненькую вытягивать ниточку. Это минимизирует опил. Бывает такое, что с полигелем, допустим, не угадаешь. То взял много, то взял мало. Потом приходится и сверху опиливать эту заплаточку из полигеля. И там снизу выпиливать. Конечно, натурал композит тоже бывает так, что снизу приходится выпиливать. Но на самом деле там выпил минимальный, гораздо меньше, чем при полигеле. Потому что полигель нам приходится притаптывать, да, придавливать вот так вот к ногтевой пластине. И за счет этого большая часть материала, смотрите, может уйти под ноготь. С натурал композитом такое крайне редко происходит. Вот там маленький-маленький кантик, который мы потом в конце сможем выпилить. То есть опил материала гораздо меньше. И за счет этого идет ускорение в работе. Итак, здесь угол, посмотрите внимательно. Если мы поставим нашу пилочку от синуса. Видите? Вот, от синуса. Чуть-чуть нам останется еще доложить. Хотя можно даже уже не докладывать. Миллиметрик это все выпиливается свободным краем. И с другой стороны нам надо доложить капельку совсем по боковой параллели. Я вытягиваю, смотрите, я вытягиваю маленькую ниточку, маленькую. Вытянула. Видите? Капелька небольшая. Конечно, на камере сейчас кажется, эта капля громадная на весь экран. Но на самом деле в жизни она небольшая. Это все дело с норовки. Вот часто девочки мне там на курсах тех же наращиваний, либо базовых по маникюру спрашивают, а какую брать каплю, какого размера брать каплю. Девочки, это все, как сказать, навык опыта. То есть с опытом вы понимаете, какую каплю для каких ногтей вам брать. Естественно, камера может немножко искажать размер капли. И вам кажется, она такая прям громадная капля на весь экран. Но на самом деле капельки небольшие. Смотрите, я проложила линию и вижу, что мне не хватает. Я опять набрала капельку и прям вот сюда, даже не просушивая, вот смотрите, пристыковала. Видите, еще материал. Он никуда не убежал у меня. Он тут же схватился с первой ниточкой геля. Все. И я его аккуратненько выстроила. Тоже сейчас подсушу. Прежде чем приступать к формированию свободного края капилу, обязательно просушивайте любой гель минуту-две минуты, чтобы все просохло. Особенно если у вас лампа уже, скажем так, немножко израсходовала свой ресурс, то уделяйте просушке особое внимание. Потому что гели пигментированные, которые они должны просыхать минимум две минуты. Так, Валерчик наш сушится. Итак, что касается прозрачного композит-геля, он чуть-чуть гуще на самом деле по своей консистенции. Он более жесткий, прям держит как по контуру свободного края, прям держит форму прекрасно. Запечатывание подходит также для тех клиентов, которые вот часто работают на клавиатуре. Делает вот такие постукивающие движения постоянно, да. У кого вот сколы по свободному краю тоже. То есть не только для тонких ногтей, мягких ногтей, но еще и для тех, которые на свободный край испытывают дополнительную нагрузку. Плюс, повторюсь еще раз, запечатывание прекрасно подходит для укрепления коротких ногтей. Когда нам нужно проложить кантик и не выкладывать сверху, не делать вот такие плюшки сверху. Вот этот кант, он будет выступать нам как бы защитой и держать форму. Видите? Плюс, им можно выполнять прекрасно ремонт и достраивание боковых параллелей. Гораздо быстрее на самом деле, чем полигелем. Если вы присмотритесь, вот здесь вот сверху видно как бы ступенечка, да, из этого канта. И есть совсем маленькая-маленькая ступенечка снизу. Ступенечку снизу я рекомендую вам выпиливать в самом конце, после того, как вы уже выполнили верхнее моделирование жестким гелем. Вот эту ступеньку сверху не нужно пока опиливать, не нужно ее убирать, пытаться сводить на нет. Вот она будет служить вот этим бортиком, куда мы проложим наш жесткий материал. Смотрите, так как у меня в принципе получилось выложить композит гель довольно ровно, я не буду сейчас с пилочкой сильно пилить форму. Я выложу верхнюю архитектуру гелем, а потом уже после финальной просушки подровняю свободный край и выведу его в ровную форму, выведу его в идеал. Если приловчиться и работать натурал-композитом быстро, то поверьте, можно выполнять запечатывание на двух-трех пальцах сразу и сушить. То есть не обязательно по пальцу. Но я привыкла сушить по пальчику, я вообще люблю перфекционист в работе, мне нужно, чтобы все было идеально. Наш композит гель просох, далее мы выполним моделирование вот этим вот софт-роуз гелем. Промазываем тонкий слой. И здесь уже работаем как в классической технике моделирования, с построением апекса, с построением верной архитектуры. Тонкой кисточкой, конечно, не очень удобно распределять материал по первому слою, но я как-то вот приноровилась. И тонкой кисточкой мне гораздо удобнее работать с гелями, работа получается, на мой взгляд, более точная. Вы можете работать теми кистями, которыми привыкли. То есть для выкладки верхнего материала можно взять любую круглую овальную кисть, либо квадратную кисть, не имеет значения. Выложили на мокрый слой капельку, скручивающими движениями сняли излишки материала и этой тонкой кистью немного помогаем материалу расправиться. Движение у нас такое, смотрите, как будто бы мы натягиваем материал как одеялка на свободный край. Вот такими вот стягивающими движениями. Смотрите внимательно, я не продавливаю гель до ногтя. То есть я по поверхности зацепилась и стягиваю материал. Если вы начнете продавливать эту каплю геля очень сильно, вот такие движения выполнять, видите, процарапывается материал и вам потом тяжело его выровнять. То есть будут вот эти вот борозды, придется добирать гель, придется как-то его постоянно разравнивать, растягивать. Поэтому старайтесь не продавливать гель, а по поверхности вот так вот его аккуратно стягивать. Гели компаниями прекрасно самомоделируются. Посмотрите на это, уже блик, идеальный блик. Обязательно, конечно, центруем материал. Так как у меня здесь у Валерчика типс, то надо проверить все стороны. Центруем материал. Очень хороший, девочки, муляж. Вот для тех, кто ведет прямые эфиры, может мастера такие есть, да. Для тех, кто записывает свои онлайн курсы, для девчонок с инструкторских потоков. Вообще идеально. То есть можно не искать каждый раз модели, особенно если вот такой, видите, спонтанный эфир у нас получился. Мой Валерчик меня прекрасно выручил. Итак, смотрите, я перевернула пальчик, сцентровала материал, проверила ровность блика. Сейчас я его посушу и покажу вам блик, чтобы лампа не засвечивала. И таким образом получается очень быстрое моделирование. Вообще, если вы стремитесь к быстрой работе, то возьмите и тренируйтесь. Тренируйтесь выкладывать гели в одну каплю. Тренируйтесь минимизировать опил материала. То есть старайтесь выкладывать гель так, чтобы вам потом было меньше пилить. Во-первых, это влияет на скорость. То есть вы начинаете работать гораздо быстрее, да, экономите время на опиле. И, конечно же, это экономит ваши материалы. Запомните, девочки, все, что мы опиливаем лишнее, все уходит в мусорку. То есть в этот гель просто выбрасываете вместе с пылью. Поэтому, когда вы выкладываете полигель, если вы работаете с полигелем, также старайтесь его выкладывать максимально точно. Но все равно, вот такие, скажем, ремонтные работы по донаращиванию, по восстановлению боковых параллелей с полигелем, все-таки там опила больше, чем с натурал-композитом. Поэтому, если вы не работали еще ни разу в технике запечатывания, очень рекомендую вам ее попробовать. Нет натурал-композита? Возьмите гель-желе. Любой гель, который не течет. Ну, натурал-композит, конечно же, он для этого предназначен. У компании Эми есть гель-желе, но у него немного другие свойства. Натурал-композит, он именно держит вот эту вот нагрузку на торец ногтя, и не позволяет отслоиться верхнему покрытию, не позволяет расслоиться самому ногтю, как бы держит форму свободного края. Не рекомендую делать запечатывание натурал-композит гелем, а сверху выкладывать эластичную базу гель-лак. То есть мы сверху должны точно так же чем-то проармировать, укрепить чем-то жестким. Для этого я сегодня взяла также гель Soft Rose. Вы можете взять любой другой гель, можно взять прозрачный гель, если вы планируете покрывать гель-лаком после запечатывания. То есть это уже не так принципиально. Главное помните, что если вы сделали запечатывание, то лучше укрепить жестким гелем, потому что эластичная база может все-таки дать небольшие сколы. Так, смотрите, я прибрала лампу. Вот здесь я еще не делала никакой опил, просто выложила материал, видите, и гель уже лег сам идеально. Когда вы не продавливаете, когда вы легонечко стягиваете материал на свободный край, то он у вас самомоделируется так, как нужно. По боковой арочке смотрим. Все, норм. Снизу есть небольшая ступенечка, мы ее убираем в конце. И теперь нам нужно придать форму свободного края. Чтобы не пилить лишний раз, вот знаете, не делать дурную работу, выложили кантик, опилили, выложили потом верхнюю архитектуру, опять же, не дай бог, где-то что-то затекло, опять опилили. Я предлагаю вам пилить уже в самом-самом конце. Когда вы выложили кантик запечатывающий, когда вы выложили верхнюю архитектуру, все, просушили 2 минуты, сняли липкий слой, и теперь уже можете приступать к опилу. Начинаем мы со свободного края. Напоминаю, у нас форма будет квадрат. Опс, Валерчик, не разваливайся. У нас форма квадрат, поэтому поставили пилку под торец, под прямым углом, сформировали торец ногтя. Сейчас попытаюсь вам показать. Вот здесь у нас, видите, вот этот запечатывающий кантик. Здесь он образовал небольшую ступенечку, мы ее в конце приберем. Повернули пальчик на бок. Если вы прикоснулись натурал-композитом к боковому валику, аккуратно отлепили гель от кожи от точки в роста параллельно. Ни в коем случае уже мы не задираем пилку. Параллельно выстроили боковую параллель. Старайтесь избегать зазубринок. Если вы прикоснулись где-то к боковому валику, то старайтесь выстроить ровную параллель если будет зазубринка здесь какая-то. Это вот сейчас, вот эта зазубринка, видно вам? Она у меня сверху на поверхности. То есть я еще буду боковую поверхность вот здесь опиливать и она уйдет. Я говорю за зазубринки, которые вот идут под торцом ногтя. Если вот здесь вот будет какая-то зазубринка, клиенту она будет мешать. Вот это будет постоянное вот такое движение и велика вероятность того, что клиент может самостоятельно сделать скол. Повернули палец клиента на другую сторону. Точно так же завели пилку. Вот я здесь прикоснулась к боковому валику. Я аккуратно гель отлепила и аккуратненько выстраиваю ровную линию. А ведь еще у меня какой классный валерчик. Надо мне его, я его на бок повернула. Надо ровно поставила. В общем, прекрасно. Незаменимый пальчик валерчик. Моя визитная карточка. Сначала простроили вот эти вот параллели. Обязательно посмотрели сверху. Посмотрели ровность формы. Если что-то вас смущает, вы всегда можете подправить. Всегда советуйтесь с клиентом, как ему форма, не забывайте. После того, как вы оформили свободный край, переходим к боковым поверхностям. Одна боковая поверхность. У меня совсем легкий-легкий будет опил. Но, опять же, напоминаю, у меня это типса. Поэтому здесь немножко по-другому все смотрится. Вторая боковая поверхность. Немножко. Я не буду там делать сейчас полностью весь поверхностный опил. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот там, где мне кажется, что у меня материала много, да, вот по этому кантику. Чуть-чуть я выполняю опил. Когда вы работаете с полигелем, то, как правило, мы выложили полигель. Нам надо все это выровнять, все это подпилить, а потом еще сверху укрепляющим слоем, моделирующим выкладывать. Видите, здесь немножечко мы сэкономили вот эти вот шаги в работе. Мы выложили кантик. Все это дружно посушили. Выложили верхнюю архитектуру. Опять же, посушили. И только в самом конце уже приступаем к опилу. Давайте я сейчас забавлю, чтобы оно все было матовое. Ничего нам не блестело. За счет того, что видите, вот здесь вот у меня типса, то есть в пальчик глубже уходила, получилась вот такая вот ямка. Но сейчас я забавлю, постараюсь типс подвинуть дальше, чтобы картина была целостная, так сказать. Смотрим снизу. Снизу вот совершенно незначительная у нас ступенечка. Видите? Небольшая. Такую ступенечку вы в состоянии выпилить даже алмазной фрезой. Нам не обязательно менять на твердосплав. Мы можем быстренько той же фрезой аккуратненько пройти и убрать. Всегда в конце убирайте вот эту ступеньку из-под ногтя клиента, потому что, опять же, клиент будет делать вот такие вот движения. Она будет эта ступенька там мешать, раздражать и всячески надоедать клиенту. Так, сейчас я ее подвину. Ну, несмотря на то, что я опиливала девочки, Валерчик прекрасно справился. Видите? Самая большая проблема вот всех вот этих муляжей в том, что типс, как правило, вываливается во время опила и во время работы. Но здесь все нормально. Поэтому, кто заинтересовался, пишите. Я с вами поделюсь ссылочкой. Так, собственно говоря, все. Смотрите, за счет того, что запечатывание мы выполнили натурал-композитом. Присмотрите. Сейчас я уберу черные перчатки, чтобы был белый фон. Видите? Кончик не просвечивается. Ну, как будто бы вот там вот натуральный ноготь. Если бы мы выполнили запечатывание прозрачным композит-гелем, то, возможно, вот здесь вот бы по свободному краю было легкое такое просвечивание геля. То есть он был неплотный. Если вы выполняете, допустим, выравнивание вот таким цветным гелем и больше не планируете делать никакого покрытия, сразу, допустим, дизайн какой-то здесь будет, либо френч, то, конечно, берите в работу натурал-композит либо гель желе. Он имеет тоже такой приятный розовый натуральный оттенок. Очень классный в работе. А так, если планируете, конечно, потом покрывать, то можно взять и прозрачный композит-гель. Посмотрите, форма ровная, параллели ровные, свободный край у нас квадратный, ничего не завалено никуда. Выстроена архитектура по продольной боковой оси. Гель самосмоделировался прекрасно, выстроив... Ага, просвечивает. Выстроил нам все параллели. Вот эту ступенечку обязательно. У меня сейчас с собой, девчонки, нет аппарата. Я веду прямой эфир не с рабочего места, поэтому нет возможности выпилить. Когда вы выпиливаете... Смотрите, еще такой момент. Когда вы выпиливаете этот лишний материал из-под ногтевой пластины. Можно двумя способами. Можно перевернуть, конечно, руку клиента и аккуратненько... Аккуратненько представим, что это у меня фреза, и аккуратненько вот такими движениями, да, убрать эту ступеньку, свести вот этот вот... Вот эту вот границу. Сейчас, девчонки, я отвечу на комментарии. Вот, свести вот эту границу. Если боитесь перепилить, то я рекомендую держать ноготь клиента вот так вот ровно, чтобы вы видели торец ногтя. Попытаюсь сейчас за свет убрать. Чтобы вы видели вот этот вот торец. Выставляем фрезу под углом где-то 45 градусов. Вот так вот. Ну, следите, чтобы вы в палец клиенту кончиком фрезы не уперлись. Вот так вот под углом выставляете и аккуратненько вот так проходитесь. Сейчас. Проходитесь, формируя... Формируя ровный торец. То есть, чтобы у вас верхняя арочка совпадала с нижней арочкой. Поняли, о чем я? Вот у нас есть нижняя арочка и вот у нас есть верхняя арочка. И вот они должны быть параллельны друг к другу. Вы можете выпилить либо перевернув руку клиента, либо поставив фрезу под углом 45 градусов и вот здесь вот сформировав вот эти вот арки. Так. Если у вас есть какие-то вопросы по работе с композит-гелем, если у вас какие-то сложности, может быть, были в процессе работы, потому что вы пробовали, а были сложности в процессе работы, пожалуйста, пишите сейчас в комментарии. Я на них отвечу. Девчонки, это мой ник в инстаграм. Зовут меня Гайдаш Анна. Я инструктор компании Эйми по маникюру и педикюру. В моем инстаграм аккаунте вы можете мне написать, связаться, если какие-то возникнут вопросы потом уже в ходе просмотра эфира, допустим, да, вы посмотрели, а у вас уже возникли вопросы, мы уже не онлайн. Я с радостью на них отвечу. Всегда рада новым знакомствам. И пишите, кого интересует Пальчик Валерчик, я обязательно вам тоже на эти вопросы отвечу. Сегодня тема нашего эфира была запечатывание свободного края, работа с гелем натурал композит. В ходе эфира для работы я использовала гель натурал композит и для выкладки верхней архитектуры софт роуз гель от компании Эми. Этих двух гелей достаточно для того, чтобы сделать красивые, прочные ногти на любой длине. При помощи запечатывания вы можете работать как с короткими, так и с длинными ногтями. Всем большое спасибо за эфир, девчонки. До новых встреч!